Напомню, что было в прошлый раз. Мы считаем вели определением супералгебр и градуированных алгебр, рассматривали это на произведение. Еще важная конструкция алгебры и эндомофизма. При определенных условиях она превращается в градуированную алгебру или супералгебру и она является ассоциативной. Там мы осматривали алгебру Грассмана, определение супералгебрадей. Как-то заглавление не видно. Полный экран надо делать, наверное. Контроль-Л не работает, что ли? Нет, у меня поможет не виду, там все как-то не так. Но теперь как-то видно, да, вот эта полоска ушла, теперь у нас здесь супералгебра ЛВ видно, раньше не было видно это. Ну ладно. Другой лидер тут. Так, значит, ну вот это, да, значит, интервай. Может, она лопитнов превращается в супералгебру. Мы ведем на ней просто с аккумультированием. Посмотрели гомоген, однородный балазис, определение с преследованием. То, что проверяли, что является совместимым, суперсимметричным и инвариантным. Вот эта форма, да, вот и где начается суперсимметричным. Как вспоминали, значит, Лему Шуриков. Да. Если у нас есть супералгебра, то можно осмотреть эту градуировку на ниже. То есть это разложение прямой суммы конечномерных два градуированных подпространств с таким вот условием градуирования. И эта градуировка называется совместимой, если выполняется данное условие. Супералгебра D, тогда жейта является подалгеброй каждой жейта и выполняется вот такое включение. Из этого следует, что, значит, ограничение сведенных представлений на жену и официрует мнение представления его на пространстве жизни. Дальше. Значит, там градуированные алгебры субтерии и супералгебры называются неприводимой, если представление G0 на G-1 является неприводимым. То есть, понятно, что если у нас есть супералгебра, то мы можем рассматривать, есть какие-то компоненты. Да, он был в другой компоненте. Здесь мы заметим, что G0. Ну, это относится как к Z-кордувёвке. Это означает, что G0 нельзя делить на 2, что ли, да? То есть, G0-1, под пространство G0-1. Значит, если оно неприводимое, то нельзя видеть. Да, да. То есть, просто это супералгебра, да, называется irreducible. Если только G0-1, нельзя. Ну, да. Ну, как это? Понятно, G0 будет под алгеброй теперь. То есть, у него идеальный G0-1 в каком смысле? Ну, вот это предъявление. То есть, если какой-то градировки нет, G0-1, то есть делиться, не делиться 2 часто, да? Или представить другой вид. Нельзя представить другой вид. Нет, ну, это вот замечательно, да. Есть то, что ограничение присоединенного представления. У нас G0 инфицирует какой-то. Винальное представление на потенциалах G0-1, да. И мы рассматриваем, что это представление G0-1. Ну, если оно неприводимое, да. Вся суперология неприводимая. Ну, предъявление неприводимого модуля там такое же, как для андиологи. Что такое неприводимый модуль, неприводимое представление? Ну, давай отмотаем. Ну, что-то. Есть представление, да. Суперологи брали. Это изображение G0-1. Под модуль, ну, можно осматривать все. Как G-модуль, да. Значит, G-модуль G-модуль V является двагрудированным, и G-модуль V называется неприводимым, если он не содержит непривиальных подмодульов. Угу. Ну, я, конечно, извиняюсь, вопрос в чем? Только просто это супералгебра называется и Руджу Суперл, только относительно это две подпространства он говорит по этому. Не то, что две, на один подпространство. На один, да. Только G-модуль V Ну, G-модуль, да. Только, ну, G0, на самом деле, является представлением для каждого GIT. Да. Ну, говорят, что если относительно G-модуль V она непроводима, то мы будем говорить, что G-модуль V не проводима. Не проводима, да. Относительно только минус один. Задается определение. Задкудировано. Задкудировано. Ну, да. Ну, ладно. Такая же задкудированная диалгебра в Суперлоге называется транзитивной. Если для любого элемента из G и T следует, что Того, что, значит, коммутатор A и G-модуль V А равно G. Ну, это криминология коммутатора. Это умножение. Умножение, да. Ну, сколько, да, конечно. Ну, еще раз. Это нельзя, вот, коммутатор. То есть, когда, если живешь в мире, где есть только ассоциативные алгебры Ли, ты можешь говорить коммутатор. Окей. Но мы живем в неассоциативном мире. У нас это умножение. Ну, хорошо, да. Не надо подмены какие-то делать. Скобка, коммутатор. Просто умножение. Умножение на А, мы, я минус первое. Из того, что А равно, если облидит А равновесие. И эля эта импликация выполняется? Что-то как-то непонятно. It follows from A, G, E, Z, A equals to zero. Это означает, что... Если элемент, который аннуляет G-1, тогда это элемент нулевой. Только нулевой элемент аннуляет, да? Да. Ну да. Ну и если дополнительно ИЖ-1 он не делает, тогда он называется би-транзитивным. Да. Какого-то было. Ну, короче говоря, не существует элемента, который аннуляет G-1 с умножением G-1. Да. Но при этом, смотри, индекс И у тебя положительный. Да, индекс И положительный, да. То есть, когда индекс И положительный, тогда ты же берешь G-1. А когда индекс И отрицательный, берешь G-1. G-1, да. Ну да. Ну, здесь, ну, такое свойство. Если по простой языке, куберированный здесь, супералгебре, то пространство такого вида G-1, прямая сумма G-0, прямая сумма G-1, повреждает всю огибру, да, тогда она, эта огибра является би-транзитивным. То есть, кроме этого подпространства, остальные подпространства все нули, да? Нет, 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 не нули. Порождает, говорят. Вот G-1, G-1 умножаем, получаем элементы G-2, на самом деле. G-2. Есть такие элементы. Но все элементы G-2 порождаются через G-1. А в общем случае, элементы G-2 могут не порождаться через G-1, на самом деле. И для G-2 тоже самое. Вот, например, элементы G-1, должен порождаться элементам из G-1. В этом случае. Ну, здесь доказательство не приводит, там, называется, чтобы приводить в такой же, как и для Павлины. То есть, давайте, Андрей, надо все-таки, наверное, отметить все равно. Вот, транзитивность – это первое условие, да? А B-транзитивность – это два условия одновременно выполняются, да? Да, да. Да. И то могут понять люди, если первое выполняется транзитивность, если второе выполняется B-транзитивность. Здесь не так. Если оба выполняются B-транзитивность. Примерно. Да-да, все, можно. Дальше. Пусть у нас есть уже с крышечкой – это Z2-градионная патрустрация, изложенная прямая сумма Z2-градионная патрустрация, Z-1, Z0 и Z1. Предположим, что выполняется это ограничение на индексе. От единицы до единицы как-то непонятно. Это означает только ноль, да? А меньше или равно? Меньше или равно единицы, да. Да. Чего не получается. Но если модуль меньше или равно, то правильно. Значит, либо они предоположные, либо... То есть, типа X и 1 минус X. Идеринский, все, да? Угу. Все. Все. Значит, смотрится такая операция, да, из кондикатор PZNJT и GJT в GXGT, удаляющая аксиома антипомутативности и якобы. Да, короче, вот это GXGT называется локальный дистоперологи Брейн. Ну, по-моему, дальше это не используется, а используется следующая часть. То есть тут суть в чем? У тебя была изначально супералгебра Ли, и потом ты из нее выбрал кусок, то есть взял именно проекцию умножения с таким свойством, что G1 на G1 типа равно нулю, G минус один на G минус один тоже равно нулю. То есть кусок от умножения взял и из него как бы построил новую супералгебру? Ты про это имеешь в виду? Это ты про эту, да, про первую часть? Ну да, про первую часть. Потому что, ну вот спроси любого человека, никто не понял, что это локальная левая супералгебра. Спроси любого, кого хочешь. Ну это, да, в охоту на определение. Ну, давай вот выбери человека и спроси. Я ответу, поэтому любого спрашивай. Ну, жертва забьет. Понял. Что, локальные супералгебры, надо объяснить. Да, что это такое, надо объяснить. Здесь только рассматриваются только эти три части. Здесь градировка. И когда мы умножаем элементы на такие пространства, которые, например, G0, G1, это обычное умножение, когда мы берем два элемента из G1. И умножение этих элементов положим 0. И тоже так же берем, то есть вот здесь написано, вот E плюс G меньше или равно 1. Вот это означает, что если в качестве E и G берем 1, тогда их умножение будет 0. Почему 0? Можно лежать-то на G0. Почему именно 0 должен быть? G0 же может сидеть-то. Нет, G1, элемент из G1, G1. Да, G1 умножаем G1. Это получается 1 плюс 1, ну G2. G2, да? Ну G0. Это типа 0, да? G2 градированный. Если там Z2 градированный, значит G1 должен отображаться на G0. Так получается? Нет, понимаете, вот эта градировка, это уже Z градировка. Вот это G1, G0, G1, это уже Z градировка. Z градировка, да. А каждый из них, они Z2 градированный. Вот это G0, это есть Z2 градировка. То есть G0 также разлагается на 2 подпоставки, на самом деле. Как Z2 градировка. И G1, то же самое. G минус 1, то же самое. Вот это ИП или G меньше поровну 1, это как раз-таки означает, мы не должны рассматривать умножение G1, G1 или G минус 1, G минус 1. 1 G минус 1. Они типа 0, да? Угу. Для остальных, вот, G1 умножим на G и G, отображается на G и плюс G. Только я не понял. Satisfying the action of anticomputativity and the Jacobi identity fully superior. Вот этот час я не понял. Provided that all the computation and the identity are defined. Вот этот час я не понял, честно говоря. Нет. Потому что если вот мы берем из пространства G0, G1, у нас есть же умножение, антикомпетитивность. То есть антикомпетитивность сохраняется для таких элементов. То есть, короче говоря, локал ли суперальгебра – это суперальгебра. Угу. Угу. Во-вторых, она… Угу. 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 что это совпадает с исходным умножением, то есть на каких-то элементах совпадает, на каких-то нет, это и есть проекция. Например, берем элемент из G1 G1, для таких элементов не совпадает. Почему не совпадает? Ноль будет. Ноль будет, да. То есть, на самом деле, в зависимости от того, какая изначальная была супералгебра, может совпадать, а может не совпадать. Получается, что каждая заградированная супералгебра линия соответствует некоторой локальной супералгебре линии, которая называется ее локальный час. Теперь вопрос. Кроме этих часов, больше нигде нельзя определить локальную листью супералгебры, правильно? Кроме этих, только этих часов можно определить. То есть G1 G1 G1, да? Да. У тебя понятие локальной листью супералгебры, это что? То есть, здесь конкретно дано определение локальной супералгебры линии. Дан метод построения по произвольной супералгебре линии. Также можешь взять Юрданову супералгебру, построить локальную листью. Я имею в виду, например, берем другое, три части. Другое место. Нет, ну еще раз. Допустим, G1 G2 G3, да? Нет, 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 нет. Именно если вот это G1 G0 G1, берем вот это подпространство и рассмотрим умножение, оно есть супералгебры, именно этот час называется локальный пас. Ну, то есть, смотри, если, смотря как ты определишь понятие локальности, то есть, если ты, например, скажешь, что локальная супералгебра ли, это построено из трех компонент, да? Тогда ты можешь взять 0, 2 и минус 2 и таким же способом построить. Да. Или там 0, 3 и минус 3, таким же способом построить. Но у тебя определение локальное супералгебра ли вот написано здесь. Так как здесь написано именно определение локальное, то ты другие компоненты просто брать не можешь. Тогда она не будет уже локальной. Ты можешь изобрести какое-то новое определение. Типа там, как там любят говорить-то, 2 локальное. Понятно? Да. Ну, в этой теории, в общем, вот эта часть играет злодный ролик. Мы играем, да, в какой-то, так как в Казиновке. Значит, ну, гоморфия, трозитивность, бетонезитивность, все определяется таким же образом, как и для задовиженных алгебр, таким же образом для локальных алгебр. Ну, в этом разделе, да, мы рассматриваем только з-кордурированные две супералгебры. Ну, вот тут, на самом деле, не сильно понятно. Гоморфия, трозитивность и бетонезитивность. То есть это вроде как очевидно, да. То есть локальное алгебрали – это как бы частный случай, ну, супералгебрали, да. Просто когда у тебя городуровка такая вот урезанная. Значит, зачем вообще надо было отмечать, что гомоморфизм и трозитивность и бетонезитивность также определяются? Это не очевидно или как? Ну, это просто как бы определение, да. Кстати, локальные лекции и локальные алгебры немного отличаются. Нет, почему локальные немного отличаются? То есть на самом деле вот любая супералгебрали – это некое расширение локальных. То есть в частном случае… То есть вот эти все локальные, они как бы внутри лежат, да. То есть любая локальная как бы является супералгебрали, да. Но при этом как бы есть супералгебрали, которые не локальные. То есть это просто ограничение большого множества на маленькое множество. И почему понятие гомоморфизма, транзитивности, бетранзитивности может быть другим? Просто лишнее уточнение может быть… Да, не обязательно, да, отметили это. Это понятно. В общем, в этом разделе, да, рассматриваются только такие Z-гудрированные супералгебры, для которых, чтобы… По предправству, G – 1, G – 0, G – 1, Кождается эта алгебра. Z-гудрированные супералгебры LIS с локальной частью зелькричка как называется максимальный и соответственно минимальный. Если я беру в этот другой Z-гудрированный супералгебральный Из-за морфизма локальных частей G и G' расширяется G на G'. Ну, поэтому сначала максимальный дай, а потом минимальный можем понять. Ну, просто забудьте то, что в скобочках, и это будет максимальный. Так, где-то... А, это именно супералгебра называется максимальный? Ну, вот это, да. То есть здесь G ли супералгебра называется максимальный. Если для произвольной другой G-штрих супералгебра, и там локальный парт изоморф, и эпиморфизм G на G'. Именно если изоморфизм локальных частей можно расширить до эпиморфизма от G на G'. Если так, то G называется максимальный. А если наоборот, то есть изоморфизм между G чертой и G-штрих чертой, если продолжается до эпиморфизма из G на G', то это градированные алгебры минимальные. Ну, как-то определение понятно, но как это могут быть, не очень. Это я чувствовал. Здесь можно рассматривать конечные мерные супералгебры? Конечные мерные тоже, да, можно. Например, если, например, действительные супералгебры Ли, да, для всех действительных супералгебр Ли, можно найти максимальные супералгебры или минимальные, да? Да, в принципе, по белине, да. Теперь вопрос. Одновременно обе случаи могут быть или нет? И максимальные, и минимальные, да? Да. То есть либо изоморфизм, тогда либо изоморфизм из G'штрих, то есть либо изоморфизм из локальных частей продолжается изоморфизма до G'штрих. Да. Это будет тогда, это, наверное, вот так. Вот, допустим, у нас локальные части есть же, вот берем два супералгебра Ли, да? Да. Угу. Угу. А берем из них локальные части, да? Угу. 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 До этого было такое понятие, например, одно радикал может построить несколько различимых алгебр, они могут быть неизоморфными. Если мы всегда рассматриваем различимым изоморфным алгебром, тогда радикалы всегда будут изоморфными. Правильно? Это понятие тоже немного похоже на это понятие или не очень? Ну, можно как-то это сравнить. На твоем языке максимальность означает, что среди различимых алгебр с одним нерадикальным максимально, да? И тоже минимально. Максимально означает, что изоморфизм можно продолжить из минимальной алгебры до другой. То есть можно продолжить эпиморфизм. Тогда это будет максимально, а минимально наоборот. Из них, из минимальности, из остальных можно получить эпиморфизм до минимального. А ты же говорил, и максимально, и минимально. А это будет, когда вот нерадикал, рассмотрим нерадикал, и рассмотрим различимые алгебры, и доказываем, что изоморфизма существует одноразличная алгебра. Да, да. А в такой случае тогда и максимальность, и минимальность совпадает. Да, типа нерадикал формы алгебры. А, типа того. А на одновременно максимально и минимально. Иван, наши рассуждения тебе не очень понравились, что ли, Иван? Очень хорошая аналогия. Да, аналогия, да. Ну, главное, чтобы понять, кто-нибудь еще понял эту аналогию или нет? Ну, как минимум 30 человек, а сейчас мы поняли, что такое максимальность, и что такое минимальность здесь, да? Айхбал? Айхбал? Поняли, да? Айхбал еще не дотянул. Они еще вы собрали, да? Да. Выходит, заходит, выходит. Ну, давай на Успехском тогда моменты интересные, с аналогией, чтобы все уже поняли. В общем, он максимально и минимальность. Айхбал? Нет. Даже он не считал, если не считал. Что такое максимальность, минимальность? Он же сидит параллельно в другом собрании. Айхбал? Ну, ладно, тогда, раз сидит в другом собрании, что делать? Видео посмотрит. Ладно. Ну, давай продолжим. Приложение. Приложение. Значит, тут у нас есть локальная цифра алгебра V. Тогда считается, что это максимальная и минимальная цифра алгебра, в локальной части которой и заодно. Это исходная локальная цифра алгебра. То есть, эта пропозиция говорит, что всегда минимальный есть и всегда максимальный есть, да? Ну, да. Максимальный и минимальный. Максимальный всегда существует или нет? Ну, пропозиция говорит, что всегда есть, да. Дальше. Некоторые свойства. Значит, битранзитивная цифра алгебра V является минимальным. Минимальная битранзитивная спиралгебра V с битранзитивной локальной частью является слабой битранзитивной. И две битранзитивные гитранзитивные спиралгебра V и заморозные, если и только, если их локальная часть. Если битранзитивная, то тогда и только тогда, да? Понятно. Это последнее дело. Ну, если показательство тоже не приводит, он ссылается опять же на теорию из обычных алгебратов V. И, тем не менее, дальше он использует эти припозрительные доказательства. То есть, классификации. И еще одно свойство. Если у нас есть простая супералгебра V, тогда инвариантная форма на ней является либо невыражительной, либо практической нюнью. И любые две инвариантные формы в меже на простой фиралгебре V пропорционировали. И, тем не менее, это не так. Здесь речь идет о некоторых уже изучающих условиях простоты. Следующие условия являются необходимыми для того, чтобы суперология Броли была простой, а именно представление компонента G0 на G1 является точным и выполняется это равенство G1 на G1 является G0. Если дополнительное представление компонента G1 на G1 является неприводимым, тогда это условие является и достаточно. Это значит, что ядро равномерно. То есть, если рассмотрим такое умножение для элемента A из G1 умножаем на G0, если это умножение 0, тогда отсюда следует, что A равно 0, да? Это ядро 0. Ядро 0 состоит из 0. Ядро чего? Ядро представления. На этом языке берем элемент G1 и умножаем на G0. Если это умножение 0, отсюда следует, что A равно 0. Это умножаем на G0, отсюда и умножаем на G1. Ну, в твоем случае вместо V давай поставим G1. В твоем случае. Да, вместо V, вместо V, вместо V. Потому что ты рассматриваешь representation of G0, он же один. Да. 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 Смотри, да. Вот рассматриваю это отображение… А как это определяется вот этот ВАЛ? Ну, что пределится? Как определяется ВАЛ? это отображение как определяется к морфизме давай пиши ро ро икс ро икс это что это уже ро икс это уже гамма морфиза между жаден жаден да генюл жаден нет ро это отображать жаден на эль жаден эль жаден это линейный транспорт линейный этот преобразование жаден грубо говоря отображение из жаден жаден ро икс сколько закрываем ро икс это отображение из жаден жаден просто двое . давай поставим двое . жаден стрелка жаден жаден стрелка жаден а это как определяется просто ро икс игрек равны икс игрек ра икс игрек просто икс игрек но говорят что если вот это ро в ядро икс равна нулю то это называется точный поля то это да тоже похоже значит следующие условия являются необходимыми для того чтобы вот эта продюрированная листь про алгебра была простой если же конзитивно и неприводима давай деталь не разберем по позиции 17 17 детально давайте разберем вот почему эти свойства нужны чтобы быть простой это же очевидно или три страницы надо доказывать для супер алгебра простая да почему будет вот этот репрезентейшенов же 0 на же 1 точно ее ядро как раз будет идеалом не патентные идеалом да будет идеалом наверное разрешимым идеалом будет ядро как раз нет неправильно просто это 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 обеспечивает g квадрат отлично от нуля да почему не будет идеалом потому что их умножения могут быть а могут быть а могут быть а не не нет ну сначала как бы у тебя первая часть если это супер алгебра простая тогда представление точное если супер алгебра простая тогда же один же один равно же 0 но это как бы и одно и второе следует давайте первым сначала почему представление точное это представление точно это это условие обеспечивает g квадрат отлично от нуля я думаю другие версии другие версии как раз год это керфи либо является идеалом либо через керфи можно построить идеал какой-то нет андре какая версия у тебя пока нет пока нет ну да через ядро можно построить идеал каким образом то есть получается что это представление это не на всей алгебре да нам нужно как-то его расширится до всей супра алгебры да получается вот он если ты берешь четную часть и элементик из ядра ну или даже все ядро то есть это Это будет идеалом. Сумма такая. Четный час или нечетный час? Нет, ядро у тебя же в нечетной части влезет? Нет, ядро в четной части влезет. А, ядро в четной части? Да. А, но если ядро в четной части, тогда любой элемент будет идеалом. Он же в квадрате ноль дает. То есть здесь ядро, это оператор, да, RAW? Да, ядро этого отображения RAW. Тогда это ядро будет идеал? Ну, я не очень уверен в том, что ядро идеал, потому что ядро... Сейчас. Да, ядро будет идеал, да. Да, да, RAW, G0 это типа аджонт X, да? Да, ядро всегда будет идеалом, да. Аджонт X0, то есть все элементы умножения, ну, элементы умножения G1, 0. Ну, ядро же всегда же будет идеалом, да, как раз. Идеалом где будет? G0. А, идеалом V0 будет? G0, да. А так как это точно это ядро вот так определяется же, потом умножение с Y будет равно 0 же все равно, значит ядро будет идеалом VG. Да, G0 тоже, не только G0, все G0. Потому что умножение на G1 будет 0 же? Да, да, здесь идеал будет. То есть здесь идеал есть, это простое. Ну, у тебя ядро это чисто четное. Да. А нечетных элементов в моем идеале получается нет. А у тебя это супер. Она должна быть супер простой. То есть в идеале и четные и нечетные элементы должны… А нечетный элемент мы будем только 0 пространство? А что? Ну, нет. Да, так тоже можно. Берем 0 пространство как нечетный. И она и будет идеалом. Да. 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 Ну и что, кажется, там не поясняют в статье ничего? А, нет. Он согласен на теорию, как обычно. Это очевидная пропозиция. Надо было подумать, что там происходит. Да. Ну да. Плохо было сначала ищите именно обычные аллоги брали, да? Потом уже переходите на аллоги брали. Я только вот этот час не понял. Вот этот час я не понял. Вот этот час я не понял. Вот это за following conditions are necessary for layers to be simple? Идет вот первый. Второй, Z, G simple. Я что-то не очень понял. Фольмировку. А. Фольмировку. Там типа необходимо и достаточно. Да, да. Здесь же фольмировка, конечно, не серфоль ли супер аллогебра, G, G0, G1. Да. Их, это репрезент G0, он, G1 и редуципл, Зен, G и симпл. Так, типа? То есть, ну, если выполняется вот это вот представление, является точным, это выполняется равенство, и оно является неприводимым, тогда G является просто. Что, значит, G simple. А где только тогда? Тогда, во-первых, представление точное, G, G, G1, 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 и представление и редуципл. Теперь, да, да, здесь так. Если так, лучше так можно было писать. Хорошо, да? Я, честно говоря, вот здесь не очень понял формулировку. Ну да, здесь много странно, мне тоже непонятно из простоты следует, что это второе. Ну, не вот так написано. Здесь может быть симпл или семисимпл? Первый. Ну, плохой симпл. Симпл, да? Ну, ладно. G1, G1, почему работа на G0? Включение всегда выполняется, да? Включение всегда выполняется, да. Включение всегда выполняется, да. Если оно совпадает. Ну, вопрос просто. Ну, если симпл, то она совпадает, да? Да. Если предположим, что они совпадают, тогда ну, это является подолгой, блин. Включение. Если не равна, эта часть как-то H0. Да. Плюс G1, да? G0, да? Мы возьмем H0 плюс G1. Это идеально будет? Так. только здесь остается х0 умножение 0 есть, надо смотровить да, х0 умножение 0 опять лежит ли его х0, вот это надо показать х0 умножение 0 да, здесь похоже так, типа того, да, 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 это будет х0 умножение 0 вот я хочу сказать, например, х0 как-то x, y, да и жаден да, жаден жаден да это минус y, z x минус z, x y, да да, правильно так это g1 g0 это лежит g1, да да это тоже g1 это тоже g1 потом g0 g и это тоже g1 а g1 g1 это лежит h0 лежит h0 да, правильно если она равна h0, которая строго содержит в g0 то жаннел пиле жаден будит идеалым да 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 не будет простой все верно все верно так что дальше ну все наверное можно продолжить в г1 похоже z запозыщен но для случаев z гродуированных и z То же число является необходимым для того, чтобы задеградуированная идея с утра алкебры была простой. То есть должно выполняться. g должно быть транзитивным и неприводимым. Если дополнительно к этому ядро g0 просто в модуле m g1 является нулем, тогда очень нулем. И g1 в степени ita, то в этом случае g является достаточно. Ну здесь как-то наоборот написали. Там и редисбл с этим писали, с этим умножением. Здесь наоборот. Фейсбл второй тип и редисбл с этим умножением пишутся. Вот это 1, 2, 1, 2 в статье так и написано или ты сам так написал? Да. Это 1, 2? Да. Написано. Ну как-то неудачно написано, потому что вот это 1, 2 не надо было поставить. На самом деле, мне кажется. То есть вот это 1, это необходимые условия. То есть если симпл, то следит вот этого. Потом и вот это добавляется и получаются необходимые и достаточные условия. То есть все они условия являются необходимыми и достаточными. То есть вредгородированный левый суперальгебра простой только тогда, когда g транзитивный и g минус 1 g 0 равно g 0. И вот это ядро проставления 0 и g i равно g 1 i для любого положительного i. Непонятно, почему второе условие только для положительных индексов и отрицательных безразенцев. А, хотя нет, тут вредуировку от минус 1 начинается. А, от минус 1 начинается. Да, да, да. Ну, что дальше там? Да, дальше что? Как-то медленно идет у нас сегодня заклад. Ну, так ты много вопросов задаешь, вот медленно идет. Так бы уже давно закончилось, и вопросов не было. Здесь первое... А, вот тут как раз отрицательное. Отрицательное. Так, значит, вкручивается... Значит, тут вообще мутная штука, конечно, написана. Пусть g это транзитивная непреродимая супералгебра 1, совместимая с отгонировкой. Пусть отпечатая 1 не равна 0, тогда насчет умножения g 0 является подмножеством в произведении мус 1 на 0. Но здесь только отрицательное. И меньшее равна 1 должно быть? То есть плюс 1? Да. Ну, да. Нет. Нет. Нет, здесь наоборот уже живет. Кто-то нечет. Большая равна, да? Да. Но здесь минус 1. Большая равна минус 1, да? Да. Ага. Ну, ну, там дальше выглядит. Слово-то вот такие вот аналагибры с этим условием. Так, ну, доказательства более-менее понятны. Значит, как и g трензитивно, там есть соль трензитивно следует, что приеме выходя на g1 не равна 0. И вот эта штука также не равна 0, которая мы обозначили соль трензитивно. Сколько x является g0 под модулем g1 и g-1 является неприводимым g0 под модулем. И из этого следует, что x совпадает с g-1. Следующая рассматривается синтергизация. Это определение g-1 на g1 в g0. Г-1. Сколько вам? Г-1. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Можно продовольствовать, наверное, как-то доказать себя. Можно помет. В общем, пусть у нас есть... Субтитры сделал DimaTorzok Точным и неприводимым, либо разменностью... Субтитры сделал DimaTorzok Доказательства... Доказательства... Доказательства 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 Я думаю, что здесь в английском как-то неправильно написано. The center of the even part. Должен быть думал, а так правильно, да. А что такое center? Ну, таким же образом. Или если они... Что такое центр у нее? Да словами же можно говорить. Что такое center? Ну, в центре это те элементы, которые при умножении на алгебру получаем ноль. Ну, это да. Ну, это аннуляторы точнее, да? Аннуляторы. Потому что, если про алгебрули говоришь, там коммутирующие элементы и аннуляторы как бы одно и то же. А тут у тебя когда супер алгеброли, что конкретно центр? Это коммутирующие элементы или аннуляторы? Аннуляторы, аннуляторы. Именно надо как бы уточнять. Потому что нечетная часть вся коммутируется. Да. 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 Это раздел был полностью про локальные алгебры Ли, да? Нет. Ну, здесь и алгеброли, и… Ну, просто он там называет алгеброли. Здесь местами и алгеброли, и условия простоты, да. В общем, типа предварительные сведения. Сейчас речь пойдет про такое понятие как фильтрация. Как бы оно тоже важно использовать там доказательства. Так. Последовательность, вложенная Z2 градуируем под пространство из супералгебры Ли. Такого вида начинается N-1. Называется фильтрацией, если выполняются условия градуировки, и пересечение всех алгеброли, равно что он не делал. Это G, да? Ну, да. Да, G, G. Он уже G обозначает через L. Почему индекс минус 1 начинается? Почему индекс минус 1 начинается? Ну, это скорее связано с предыдущими там положениями, да. Ну, в предыдущем положениях тоже не было. То есть, он похоже на этой метке снизу. А здесь минус 1. А здесь все… это одинаковый должен быть или здесь тоже… Нет, но можно понять, да, как с минус 1 начинается. Ну, например, если минус 1 начинается, это на ноль уже типа. Или как? Если L минус 1 на L минус 1 равен нулю, тогда все равно нулю. Да, да, да. Это здесь L минус 1 равен нулю. Л минус 1 умножим, должен попасть на L минус 2. А это же у нас нет уже. Нету. А как его понять тогда? L минус 2 типа равно L минус 1, да? Нет. Может, фишка в том, что И и Ж – это именно натуральные? Или там Z плюс, Z0? Ну, одна из них может быть L минус 1, наверное. Допустим, L минус 1, L1 должен садиться в L0. дмитусом, что проблем увеличивается. Спасибо. Наверное, да. Все вот эти L-2 и так далее, L-3, они предполагаются, что равны. Нет, здесь вот этот знак лежит, L-1, L-1 лежит в L-1, так? L-1 лежит в L-0. А почему потом пересечения равны нулю? Ну, потому что там последний будет нулевой, да? А, значит, все будет нулевой? Нет, последний. Нет, что значит последний будет нулевой? Там бесконечное вложение. Как бы это в пределе у тебя вложения. В пределе, в пределе, да. То есть там смысл в том, что вложение не стабилизируется? Да. А здесь это может объединение все? Объединение всех только L получится. Да. А, наоборот, выключение, да, ты имеешь в виду? Да. Правильно. Объединение, что ли? Не вложение? Нет, нет, нет. Да, я смотрю, статия тоже вложение, но просто… Да, непонятно, есть ли вложение, как это? Пересечение всех людей? Ну, пересечение всех нулей – это понятно. Ну да, если бесконечное, можно взять пересечение нулей. Ну да, если бесконечное, можно. Неспояк? Неспояк? Продолжение следует... 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 G, R, I, L, G, R, I, L влияются в фактор алгебры L, I, T, L, I, I, I. Ну и эти L, I, T сейчас напределяются в этой форме L, I. — А вот тут легко заметить аналогию с классическими ташкентскими задачами? — Типа нету или грядит алгебра, да? — Да, да, только вот фильтрация тут необязательно в конечномерном случае, да? — И плюс еще вот фильтрация минус первый компонент такси, да? — То есть если взять вот от единицы и дальше, да, то это похоже на нельпотентные, да? Какую-то степень нельпотентности берешь. — Да. — Тут вот можно считать, что как бы расширение нельпотентных и еще и бесконечномерный скотч. Такую вот аналогию провести. — Да. — В общем, надо заполнить все это время, чтобы уже сделать эту основу, потому что это будет использоваться. Поскольку, значит, каждая потоксанского полета имеет основную какую-то грядоировку, то и алгебра ЖЛ, ЖРЛ, снабжается, естественно, с Z2-градуировкой, однако, в общем случае, тут эта грядоировка ZRL не совместима, да? Ну, то есть, если Z-градуировка и Z2-градуировка, они не обязательно провести бы в СПСВ-градуировку, а то есть как reasonably название звук ГР, звук ГР, на СПССР и цифров�� ОВС, ЛИТ по этой формуле. Если мы через ЛИТ обозначим прямую сумму СЖС, где С будет значимым ИТ, то получается некоторая фильтрация. Супералгебра L с аттракцией является транзитивной, только если ЖРЛ кондитивна. Если ЖРЛ является простой, то и РЛ является простой. В общем, если какой-то супер ЛИТ с заданной фильтрацией подпространством ЖРЛ так, что ЛС равна ЖС прямая сумма ЛС плюс 1 и выполняется ЭТОВ БАКРЕНИЕ, тогда мы говорим, что Л и оснащается гардерировкой, то есть совместима с ее фильтрацией. В этом случае Л изоморфного ЖРЛ. Как это получается, предполагается, что Л конечномерный? Нет. Написано, что если Л изоморфно ГРЛ, тогда будет конечномерный. Продолжение, значит, если Л это транзитивная конечномерная концеперология с такой фильтрацией, для которой представление ЖР0L на ЖР-1L неприводимое и четная часть центра ЖР0L нитриальная, когда Л изоморфно ГРЛ. Используется, значит, предложение предыдущего 21, вот оно появилось, значит. Согласно нему, существуют элементы прообраз, да, прообраз, да, прообраз З в этом отображении. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрит, что этот прообраз диагонализируется, берет его, значит, собственное подпространство, по собственному значению СССР и это дает требуемую градуировку, совместимость с фильтрацией. Продолжение следует... 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 Ну, слегка, да, дальше все происходит. Ну, какие-то новые буквы. Нет, здесь что-то с этим лодоксом. Да, больше не читал. Короче, здесь L0 с черточкой, да. Здесь L0, это обычные. Ну, в общем, какая-то максимальная, собственно, подалгебра, содержащая L0. Предположим, что L0 с черточкой не содержит нулевые диаллы. И тогда строит там кондитивную фильтрацию, ну, по этой же формуле. Выдернуть, чтобы значение R0, как и раньше. Тогда вот это GRL является... Я вот это не понял. Л равно A, принадлежащий L0e минус 1, такое, что AL содержится в L0e минус 1. А здесь L0e был, а там L. А здесь Л0. Да. Да. Ну и, значит, это продолжение, что ZGL имеет следующие свойства. Он является это инозитивным, а Z-гудуровка ZGL является совместимой с Z-гудуровкой. ZGL является неприводимым. Если представление L в проще нечетной компонентной и нечетной компонентной приводимы, тогда ZGL не равно 0. Ну, дальше будут использоваться следующие предложения, которые, мне кажется, у моих самых полезных. То есть, если подтверждается супералгебра L является разрешена, если только если ее отчетная часть разрешена. Ну и доказательства используются предыдущие предложения. Да. Почитаю. Значит, положим… Ну, в первую часть понятно, да, или это большая супералгебра разрешима вся тогда и… Да, это понятно. Поположим, что 0 разрешима. И L 0 – это максимальный, собственно, и подолгебра, содержащий чутную часть. Пусть G NJ – это максимальный идеал, среди всех идеалов, что G содержащий XF L 0. Мы имеем фильтрованную идею супералгебру с такой фильтрацией. То есть, на фильтрацию фактора алгебры G по этому делу. Пусть G NJ – это не переводимый, однако G NJ – это не переводимый, поскольку уже не переводимый. Стоитой разрешима. Таким образом, размерность G 1 0 или 1, следовательно, размерность автора алгебры G по G 1 1 1. Следовательно, она является разрешимостью по алгебры G. Ну и по индукции, значит, это делал тоже разрешима супералгебру. И получается, что и вся алгебра разрешима, вся супералгебра. Вот это by induction J is solvable, the superalgebra 2, мне не очень понятно, естественно говоря. Остальное вроде понятно. Показано, что G фактор G – это разрешима. А если, конечно, показывается, что вот это G тоже разрешима, то получаем, что согласно супералгебре разрешима. Но вот это сейчас мне непонятно. Показано. я отец я солабая я 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 Ну ладно. Непонятно даже, куда эту индукцию пихать? Непонятно. 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 Сейчас пытаюсь рассмотреть статью. Какое странство там? Ты наивно думаешь, что здесь отличается от того, что статья. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...